Программа реализуется совместно с Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Несколько лет проработав сотрудником продовольственной компании, Павел Репин решил начать свое собственное дело. Опыт работы на рынке продуктов питания подсказывал, конкурировать с крупными компаниями, выпуски продовольственных товаров первой необходимости будет крайне сложно. Значит, успех может принести только выход на рынок с новинкой. Но что именно можно предложить отрасли, которая и так перенасыщена? Не до конца занятой нишей оказалось производство функционального питания. К тому же анализ рынка показал, что спрос на продукты, полезные для здоровья, постоянно растет. Так Павел Репин определился с выбором направления работы. Позже появилась и идея конкретного продукта. Просчитав все возможные вложения, затраты на организацию производства предприятия, определил и остановился именно, что развитие салатных масел может быть тем началом, которое в дальнейшем позволит нарастить любой ассортимент. Следующим этапом стало составление бизнес-плана, согласно которому для запуска проекта требовалось порядка полутора миллиона рублей. Сумма собственных накоплений Павла Репина была чуть больше миллиона. Недостающие средства молодой предприниматель решил получить в виде господдержки. Перспективная затея была высоко оценена, и предприятие получило краевой грант в размере 300 тысяч рублей по программе поддержки малого бизнеса. Эти деньги вместе с собственными средствами были потрачены на приобретение оборудования, кстати, российского производства. Часть суммы израсходовали на аренду и ремонт производственных помещений. Недешево обошлась разработка технической документации, сертификация продукции. На оставшиеся деньги закупили первую партию сырья. Облепиху, горчичное семя и другие компоненты для салатных масел компания приобретает у алтайских производителей. Единственное исключение – олива. Этот продукт приходится везти из Туниса. Получив первый крупный заказ, компания столкнулась с серьезной проблемой. Заявки поступают, как сказать, регулярно. И не имея запаса сырья или комплектующих стекла, бутылки, этикетки, невозможно гарантировать и подписывать договор регулярных поставок с федеральной сетью, которая может сделать один заказ на очень приличную сумму. Проблема недостатка оборотных средств была решена с помощью миллионного займа от Алтайского фонда микрозаймов, созданного в структуре регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Привлеченные средства позволили предприятию наладить стабильный выпуск продукции. Сейчас компания Павла Репина производит 8 видов салатных масел. Объем составляет не менее 4 тысяч бутылок в месяц. В денежном эквиваленте это около полумиллиона оборотных средств. Такие производственные мощности позволяют компании удовлетворить все запросы дистрибьюторов. Впрочем, при необходимости у компании Репина есть техническая и, что немаловажно, кадровая возможность увеличить объем производства в несколько раз. Над расширением рынка сбыта постоянно работает команда профессиональных менеджеров. Заключено уже много контрактов, как и в Сибирском регионе, Уральском и Центральной России. Согласно плану, мы хотим выйти наоборот 20 тысяч бутылок салатного масла в месяц. При этом мы постоянно работаем еще и над развитием ассортиментов. В планах компании расширить линейку салатных масел и начать активное продвижение товара на рынке Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо привычной работы с крупными торговыми сетями, компания Павла Репина уже начала сотрудничество с несколькими популярными интернет-магазинами продуктов здорового питания. Значит, вскоре полезное алтайское масло сможет купить любой желающий, вне зависимости от того, в какой точке России он проживает. Также технологам компании ведется разработка линии косметических средств на основе алтайского сырья. В ближайшей перспективе появление на полках магазинов массажных масел и масел для волос.